Рисуя портрет злостного неплательщика, эксперты обнаружили парадокс. Благосостояние человека и наличие у него долгов за коммуналку – вещи никак не взаимосвязаны. Как правило, аккуратнее всех платят пенсионеры. А вот недоимку копят люди как раз не бедные. Пример вот этой новостройки в центре города на улице Самарской – еще одно тому подтверждение. Уникальный случай в истории Самарского ЖКХ. В должника ходят все жители дома. Хотя здание и по сей день не сдано в эксплуатацию, первые новоселы здесь появились еще три года назад. Все эти годы газом дом пользовался незаконно и бесплатно. Жители, конечно, терзали смутные сомнения, что дело не чисто. Но извечная надежда на авось победила подозрения. К тому же в управляющей компании их успокаивали. Я накоплю себе долги, потом у нас еще год мне это выставите. Все будет нормально, ничего не переживайте. Но на самом деле это были слова. То есть управляющая компания мало того не вела переговор на тот момент, но еще вводила заблуждение. Технически это произошел, ну скажем, обман. Или, можно сказать мягко, это незнание законов. Когда из-за многомиллионных долгов в доме наступил ледниковый период, директор управляющей компании только и оправдывался. Мол, этот каза случился не по их вине. Он на совести застройщика компании ЭДС. Они нам показали этот договор и уверили нас, что проблем никаких нет. Они нас водили за нос, получается. А вы водили за нос жителей? Ну, я бы так не сказал. Они должны были предупредить, когда уходили. Физических уже давно никто не видел. Спросить застройщика теперь смогут только компетентные органы. Комментарий взять у бизнесменов не удалось. Телефоны компании недоступны. Газовики же говорят, что и без того людям шли на встречи. Незаконную врезку они обнаружили в декабре 2014 года. Вентиль же перекрыли только в мае, о чем заранее всех предупредили. Жильцы обо всем этом знали, уже давно знали, еще до отключения. Прекрасно понимали, что не платят ни за газ, ни за тепло, ни за горячее водоснабжение. И совершенно не заботились содержанием своих жилых помещений. Мы с своей стороны предприняли все возможное для урегулирования этой ситуации. И взяли на себя определенные риски, то, что не отключили вытопительный сезон. Потому что все-таки это наши риски, если бы что-то случилось. В том, что в этой ситуации виноваты не только жители, но и застройщик, и управляющие компании, и даже газовики, которые допустили незаконную врезку, эксперты не сомневаются. Впрочем, говорят они, это не снимает собственников обязанности платить. Ну интересно, вот получая какую-то услугу, люди что, не понимают, что за нее надо платить? Что это не бесплатно? Это то же самое, что прийти в магазин, взять какой-то товар и уйти. Так же не будете делать, правильно? Здесь представители власти должны всех посадить за стол и попытаться найти решение. Миссию миротворцев взяли на себя городские власти. Глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов признается, трудные переговоры даром не прошли. Одно то, что жильцы вышли на диалог между собой, понимают процедуру, что им нужно заплатить деньги. Некоторые понимают, некоторые, ну мне кажется, все понимают, только вопрос сейчас о суммах, да, там у СВГК своя сумма, жильцы считают, что она там завышена. Я думаю, все эти вот подвижки говорят о том, что лед тронулся. После мешательства областных и городских властей лед и впрямь тронулся. Газовики пошли на уступки и дали отопление и горячую воду. Впрочем, вопрос по долгам остается открытым. Инга Пенер, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.